Продолжаем проходить прототайп 2. Мы остановились буквально посередине полёта, чтобы ненадолго прерваться и отдохнуть. И теперь пора продолжать исследовать... Ну, вернее, выполнять нашу первую миссию в этом регионе. Уже потом будем его исследовать по возможности, если нам, конечно, позволят, наконец-то, выйти во фри-плей здесь. Так. Хорошенько полетали, постреляли, и пора, конечно, уже и чей знать. Мне срочно нужен дешифратор и доступ в сеть BlackNet. Так, пошло дело. Давай, давай. Получилось. Есть адрес этой гадины, и всё остальное про неё тоже. Передаю координаты. Это пусто 4.1, говорит Локсмит. Бросайте все силы на указанный пункт. Сотрите от из первых лица земли. Приём. Вас понял, Локсмит. Гарантирую, она исчезнет с радаров навсегда. Да, как-то двусмысленно прозвучало, но и так понятно, что имелось в виду. Да уж. Мы теперь снова среди старых добрых, эм... Стандартных улиц нашего старого доброго города, всё так выглядит, словно... Хотя нет, нет, нет. Всё разрушено, как бы стоило бы. И одни заражённые повсюду гуляют. Что мы теперь с собой заберём? Ой, куда ты отправился? Да, на мерсер. А? Кто это? Откуда у вас мой номер? У всех в чёрном дозоре есть теперь твой номер. Хеллер? Дерьмо. Они же знают, что я здесь. Ладно, шлю координаты. Встречаемся через час, ясно? Я буду там. Я угодил точно в мусорный бак. Отлично просто. Меткое попадание. Ой, ладно. Мы получили угон вертолёта. Про 4.1 теперь, видимо, все забудут, судя по всему. Да кому нужен этот несчастный вертолётик? И что самое интересное, здесь всё-таки ещё есть мирные жители, представляете? Вот они гуляют, тут от нечего делать. Всё ещё страдают фигнёй, слушайте, блин. Ладно, ладно, иди гуляй. Отпустим, отпустим. А фигню тут сидите, да ё-моё. Попрятайся по уголкам. Ну, мирных жителей здесь, конечно, гораздо меньше, чем было раньше. Блин, мне так не хочется и вертолёт свой бросать. Но с другой стороны, ладно, хрен с ним. Нам теперь нужно снова возвращаться к своим стандартным целям. В первую очередь, это исследование региона. Понятно дело, что здесь не весь Манхэттен, только его южная часть. Угу. И здесь дальше сверху уже всё подстреливается артиллерии так сильно, что нас убьют с первого попадания буквально. Как будто глупо не было. Но, тем не менее, доступная часть Манхэттена довольно-таки здоровенная всё равно. Самый большой регион, здесь больше всего всяких ништячков и прочего. Мы сейчас просто задолбаемся здесь всё это дело искать, однозначно. Тут и полевых постов дофигища, и чёрных ящиков, и прочего дерьма. Просто, блин, жесть как много. Другое дело, что это всё довольно тяжело найти, потому что здесь, понятное дело, очень много высоток. И поэтому придётся постоянно остановить то вверх, то вниз, пытаясь что-либо здесь отыскать. Здесь круглосуточно бегают люди. Ну, вроде бы это просто зомби бегают всё равно, а не люди. То есть уже потерянные для всех. Куда это они носятся, хрен я не знаю зачем, хотя казалось бы здесь всё равно довольно-таки мир, но никого же нету. Хотя, да, вот вижу, солдатики там оттуда ездят. Понятно, понятно. Видимо, за ними они гонятся каждый раз. Так, а нам тебе предстоит довольно-таки тяжёлая задача. Заниматься поисками ништяков. Ой, блин. Так. Просто, опять-таки, сам факт того, как они здесь, как они здесь в этом районе, очень сильно и тяжело раскиданы, лишний раз заставляет нас помучиться в будущем. Ну, попробуем поискать, конечно, покрутиться там, алисям. Ага, один есть. Так. Главное, конечно, слишком-то не залетать на вершину домов. Там довольно редко бывает что-либо полезное. Так, ещё раз. Видят с той стороны дома, судя по всему. Чёрный ящик прячется. Интересно, надо есть хотя бы здесь. Нам не будут говорить тупо о зловерстве, хотя к счастью, о чёрных дозорниках. Уже надоело это слушать каждый раз. Архивная запись. 22 дня назад. Столько жертв и разрушений. Давно я такого не видела. Всё зависит от точки зрения, не так ли? Новый мир уже очень близок, моя дорогая. И он будет наш. И откуда эта запись взялась у этого солдатика, который здесь валяется? Я вообще не догоняю, блин. Странно. Там ощущение, что за ними круглосуточно следили вообще. Но до сих пор никто не смог их остановить. Да и не пытался толком, судя по всему. Так, следующий ящик. Китайский городок. Архивная запись. 22 дня назад. Плохо дело, сэр. Нападения участились и стали не то чтобы организованными, но не такими случайными. Что это значит, утройли? Они стали разумными? Пока не знаю, сэр. Ну, по крайней мере, сейчас нам пытаются действительно уже подавать какую-то интересную информацию. Но непонятно, они должны были что-нибудь подобное, например, о том, чтобы рассказать нам, что же было здесь два года назад. Или когда это было, когда бы здесь воевали за Алекс и Мерсера. Нужно больше инфы. Радиосообщение. 22 дня назад. Обязательно давать мозголомам полный доступ к зоне реконструкции, полковник. Это небезопасно. Доктор Кенник человек влиятельный. Гораздо проще позволить ему и его людям совершить самоубийство, чем его отговаривать. Всё ясно, сэр. Так. Пока что хорошо идём. В первую очередь, конечно, буду стараться искать именно ящики. Как наиболее трудный в плане доступа объект. Так, ящики находятся с краёв этого региона. Потом пойдём на юг, а потом уже на север самое опасное место. Тут главное, конечно, не промахнуться случайно и не залезть туда, куда не надо. А то это может довольно больно закончиться. Ну и, разумеется, нужно искать всё остальное. Полевые группы и всё прочее. Здесь, смотрю, базы размещают уже, где попало. Например, тупо на вершине... На вершине очередного здания. Впрочем, оно и логично, конечно. Хотя здесь тоже, смотрю, есть базы. Те старые добрые базы из первой части, по которым мы бегали, воровали здесь капитанов, у них и так далее. Насколько я помню. Правда, базы можно было штурмовать по своему желанию, а не только тогда, когда это понадобится по сюжетке. Но, тем не менее. Это тоже было по-своему нудо, по-своему интересно одновременно. Нудо в плане того, что всё проходило по одному и тому же сценарию, да и здания были одни и те же каждый раз. Так. Зато было больше шансов найти что-нибудь полезное. Например, человечка, который знает, как обращаться с темы лидным видом оружия. Они там довольно часто появлялись. Или просто полезного для нашей цепочки. В общем, да, был смысл, конечно, всё это дело обыскивать раз за разом. Так. Ага, вижу ещё одну группу, кажется. Ну, по крайней мере, если мы видим где-то, что где-то торчат какие-то одинокие фигурки на карте, значит, очевидно, это, скорее всего... Ну, не одинокие фигурки, а одинокая группка. То это, скорее всего, наши... Наши... Эм... Интересные люди. Кого-то здесь исследуют, я смотрю. Ну, ладно. Ээээ, ты охренел, что ли, уродец? Сер, дерьмо. В борщ пошинковать. Кто вообще борзелец? Вот, смотрите-ка, а. Мюты начинают нагло... Внагло атаковать. Хотя я просто здесь гуляю, никого не трогаю, починяю примусы и так далее. Так, где там эти долбанные КПК? Так, понятно, они находятся ближе к краю региона. Где-то здесь надо искать. Местоположение, конечно, только приблизительное, так что нельзя ничего требовать. Хотя, по сути, нам просто тыкают чуть ли не в родомные точки на локации. Но их ещё нужно разобраться, где именно здесь находится этот чёрт-то в КПК. Хрен его знает. Здесь, кажется, уже пошёл другой район. Так. Хм, чёрт его знает, в общем. Да, это уже Мидтаун, северная часть, как ни странно. Ну, конечно, понятно, что они не стали бы реализовывать полностью весь регион. Так же, как это было в оригинале. Так. В общем, чего я хочу? Где-то находится здесь, посередине, на здании прям-таки. Или между ними. Вообще, тут, смотри, то все эти круги искать как раз между ними. Так быть, тут удобнее всё-таки. Ой. Ну всё равно, сложная задача. Сложная и довольно нудная. Я не скрываю. Так, ага. Где ты, собака? Валяешься. Чёртов трупак. Ахрен его знает. Как всегда спрятался. Почему они дохнут всегда по этим углам только? Иногда, правда. Не удивлюсь, если я найду кого-нибудь из них в мусорном баке вообще. Впрочем, там и самое место. Полевая запись 22 дня назад. Я отдал чёткий приказ, юноша. Не понимаю, в чём дело. Простите, доктор Кёнинг. Вам нужны свежие трупы? Свежие. Желательно целые трупы. Чтобы в них было как можно больше крови. И никаких жертв взрывов. Ну и что? И так было понятно, что это доктор Кёнинг, который является одним из главных, собственно, лиц учёных в этом заведении. Очевидно, наверняка пытался собирать все эти объекты, образцы и прочее. Блин. В чём прикол всего это нам рассказывать? Даже не догоняю как-то. Так, ну-ка. Ага, видимо, где-то здесь находится. Посмотрим. Последний ящик в Китай-городе. Здание здесь, конечно, высокие. Нистики могут быть как внизу, так и наверху. Так, к сожалению, довольно сложно определить. А? Так. Стоп. Куда пошёл? А, понятно. Так всё, догадаться, что один ящик будет на вершине здания. Конечно, я не помню точно, отличаются ли сильно эти здания от тех, что были в оригинальном Манхэттене в первой части. Так. Так, ну, тем не менее, всё равно знакомые места уже можно заметить. Отчасти. Теперь, кажется, открывается одна из последних мутаций, которые доступны только в этом месте. В красном райончике. Надо, конечно, в первую очередь их брать. Так. Виллы новые увеличивают наносимые приблокирования лучшим щитом урон 25%. Мама дорогая, что с тобой? Хм. Ну ладно, пожалуй, лучше всё-таки поставлю себе бронировку. От этих щитов толку для меня особого нету. Не знаю, как чёртовые ликвидаторы могут работать в этом дерьме. Не наши проблемы, Мадюш. Очень тяжело менять окна, когда уроды каждые 10 минут вылезают, чтобы тебя сожрать. Менять окна? Серьёзно, что ли? Кто-то этим занимается? Ну, судя по тому, какие здесь красивые здания все. И окна, в том числе, кто-то, судя по всему, хорошо моет. Интересно, много ли не платит уборщикам за то, чтобы работать в таком, мягко говоря, не самом лучшем месте для жизни. Ну ладно. Есть, конечно, дофигища высоты в этих местах, и очень тяжело определиться, куда же мне стоит залезать. По идее, есть смысл осмотреть каждую крышу с одной стороны, но с другой, на каждой крыши здесь явно не будут ништяков. Так, короче, как обычно, нужно искать тем же самым путём. Чёрных ящиков в этом регионе вообще нету почему-то. Странно. Что это есть? Логов нету. Зато есть полевые посты. Аж целых дохренища здесь. Ну, это уже другое дело. Полевые посты, наверное, будут на крышах располагаться, я думаю. Здесь вот какие-то беженцы сидят тоже. Чего здесь все расселись? Причем все одинаковые, блин. Плохой район ещё говорят, блин. Ой. Да уж. Наивные людишки. Так, ну ладно, что у нас тут имеется интересного? Вроде бы с этими, конечно, довольно проще. С группами. Нужно просто по карте смотреть, где появляются, да, белые квадратики, группками собранные. Там и находится очередная группа. Там, тут по крайней мере, не нужно вроде как вверх-вниз постоянно сновать. Так. Эм, они находятся наверху или внизу? А, ну и так и наверху, всё-таки. Ну да посмотрим. Может быть, сновать всё-таки придётся. Так, добрый день, люди. Чего я делаю вообще? Так, номер один. Хотя, конечно, вручную прощупать все посты довольно неблагодарное дело. Вот, помните все эти места? Мы здесь тоже бегали когда-то, эту базу там захватывали, тоже все дела. Так. Ну, понятное дело, лучше я буду по карте всё искать. Ну-ка. Следующий пост находится здесь, в этом райончике маленьком. Ещё остаётся три. Ага. Да, вижу. Ну, на самой базе нам делать, конечно, нечего, пока нас по сюжету туда не позовут и не пустят. Так что пока что будем просто выискивать все оставшиеся чёртовы посты. Здесь. И собирать мутации, одно за другое. Но я всё равно сделаю это в кадре. Просто раз уж начал, так и закончу. Всё это запишу и покажу, как я собираю все эти мутации, прокачиваю себя по полной. Никаких за пределами летсплея. Так. А где моя атака вообще? Ать. Сюрприз, мазерфакерс. Хе-хе-хе. Так. Всех в мясо. В кровище в дерьмо, как обычно. Да, теперь надуют действительно уже хорошие награды на всё нахождение всех этих тиштяков. Но, понятное дело, что и ставки уже повысились, и всё равно нужно будет ещё больше, ещё больше, ещё больше. В первой игре здесь, конечно, было всё немножко по-другому. Здесь тоже хватает этих, вон, паркурных заданий и прочих фиготы для мультиплеера. Так, для соревнований с друзьями. Но мы здесь, конечно, часто занимались ещё и тем, что просто искали секретки. Всякие там маленькие сферы в виде подсказочек и прочих хренотений, которые подавали нам дополнительные ещё опыта. Этих сфер было дохранище повсюду буквально. И было довольно-таки тяжеловато найти. Ну, посмотрим, будет для нас досложно сейчас найти такие простые вещи, как отмеченные на карте заранее, все эти посты и прочее. Опять-таки, здесь искать, конечно, ошибка не приходится. Просто знай себе, иди по этим волнам, и всё, пожалуйста. Вот ещё пачка уродов. Эй, ребята! Так, черепашке-мутанты-ниндзя. Ну-ка. О, я подобрал зомбика. На, держите, ребята. Ой, что-то куда-то не туда его потащил. Ну ладно, фиг с вами. Всё, данные пропали, извините, ребята. Чего здесь вообще только все расселись по этим крошечным крышам, изучая одного зомбика несчастного? Это что, действительно, такая важная задача, что ли, я не знаю. Бредово выглядит, короче говоря. Так, ладно, следующая цель. Кто-то там появляется постоянно. Красный квадратик мигающий. Но это, видимо, просто солдатики спауниться и исчезают тут же, потому что попадают в поле моего зрения. Ну, ладенько. Мне больше всё-таки интересно, с какой дистанции появляются остальные засранцы? Считается ли дистанция вверх-вниз или нет? Так, вот, кстати, помните это место? Отсюда мы тоже начинали когда-то одно из заданий. Это прыгание скорости, насколько я помню. Кстати, конечно, не старался их показать, в общем-то. Ну, тем не менее. Так, деловой центр снова. Деловые люди, смотрите, тут какие, блин. Да уж, ребята, как говорится, взялся за гуш, не говори, что не дюж. Нужно было догадаться, что здесь может понадобиться большая охрана. Ну что, ведь я теперь нахожусь здесь, поэтому остальные два района могут вздохнуть спокойно. Больше жертв массовых не будет с моей стороны. По крайней мере, пока что. Пока я не захочу довернуться и учинить немножко веселья с читами, например. Ну, имеется в виду с теми читами, которые нам легально выдаются в опциях. Которые можно будет включить потом. Посмотрим, удастся ли мне позволить этому одну серию или нет, чего-то узнает. Может быть, как раз в эту серию будущие итоги игры подводить заодно, чтобы все вместе сразу. Так, и последний полевой постик. Ать! Красота! Все полетели. Целенькие и невредимые. Так, давайте иметь ещё один халявный читерский бонусный перк. Которого хоть не было в оригинале, но тем не менее. Позово добавляю дополнительный тревог в воздух, чтобы путешествовать быстрее. Единственный способ летать. Хе-хе. С цилиндриком теперь. У меня и так уже есть этот обычный тревог, увеличив тревог в воздухе. Ну да, это, конечно, будет важнее сейчас нам. Ну-ка. Раз, раз. Раз, раз. Да, понятно, два ровка теперь у нас имеется. Ну всё, вроде как. Так, что у нас тут ещё осталось? Логово есть. Логов нет, чёрных ящиков нет. Всё, в этом районе мы исследовали всё, что можно. Значит, остаётся двигаться дальше. Так. Здесь у нас ещё имеется дофигища полевых постов. Две штуки целых. Неподалёку. Ну-ка, у тебя нам ещё хватит, конечно же, делать ещё на следующую серию, скорее всего. В общем, ладно. Сколько понадобится времени, столько я буду бегать, потому что это благо, что делается достаточно быстро, легко и один раз всего лишь. Вижу шесть, ты наружу на цель. Пхе, чё ни фигнёй страдают. Стоят, арут, правда, уже на цели ничего не делают. Ой, кошмар. Имитация бурной деятельности. Но, по крайней мере, всё равно приятно, что мы имеем свободу действий. Так или иначе, мы не зафиксированы ни во времени, ни в пространстве. Нам не нужно никуда торопиться. Нам минус что-то срочно делать. Сколько угодно можно летать, с любоваться декорациями. Вон, вертолёты тырить можно в том числе. Ну, конечно, я сейчас не вижу в этом смысла. У них как-то легче на своих двоих всё-таки искать. Все эти долбаные места и полевые, эм, полевые заставы. Хотя, кстати, да, и идея сама по себе неплохая на самом деле. Истребляйте гадов издалека по помощи вертолёта. Может быть, попробовать это сделать, а? Под конец серии-то уже. Так, занятий ещё один вертолётик, от нечего делать. Тут, наверное, не будет против, раз он стоит здесь абсолютно без охраны, не так ли? А, хотя нет, охрана здесь стоит какая-то, только это, по-моему... Да, это обычный гражданин. Стоп, так это же мой вертолёт, который я и так уже оставил здесь, не так ли? Ты, это, думал, что это другой какой-то наивный человек. Так, ладно, где вы там все летаете, уроды? А-а-а... А? Есть, минус один пост, и ещё один осталось найти. Вообще, надо было сразу догадаться использовать такой способ. Блин, это же просто. На самом деле, летаешь и расстреливаешь их все издалека. Так, где-то последний пост ещё находится. Надо его тоже найти. Ну-ка. Последний пост где-то здесь, недалеко от нас, позади, судя по всему. Причём мигает о дом в том же месте. Посмотрим. А-ка! Вот они где, засранцы. Всё, посты в районе уничтожены. Теперь осталось сделать то же самое в следующем регионе, по возможности. И последняя мутация защиты. Надо, пожалуй, вылезти и получить её сразу же. А, понятно. Теперь мы обошлись без спецэффектов. Ну всё, защита до максимум. Хоть толку от него, конечно, немного, но тем не менее. Так, значит, что у нас имеется? Остался один регион. Самый опасный. Ах, нет, стоп, два региона, точно. Только этот, по сути, малополезный. Здесь, правда, есть и логово, и чёрные ящички. Аж дофигища. Семь штук. Довольно легко будет их найти, наверное. Но нас интересуют, в первую очередь, посты. Раз уж так легко уничтожить все. Так. Блин, что ж я сразу не догадался. Столько бы времени себе сэкономил. Ну ладно. Может быть, как раз до конца серии мы сейчас успеем все посты уничтожить. Было бы вполне неплохо. Показать, как это делается всё. Веселиться. Так, благо, что не все почему-то располагаются на камешах. Ну, как сказать, почему-то. Не на базах своих там и так далее. Тхе, меня слегка заподозрили в том, что я какой-то не такой, судя по иконке. Да уж. Хотя, конечно, можно не волноваться. Я помню, как я ещё в первой части воевал с вражескими вертолётами постоянно. Так, следующий пост где-то в этом районе. Спасибо, хочется район разделили так удобно для меня по маленьких кусочкам. Как раз ей приходится далеко и так искать и так далее. Так-с. А-а-а. Следующая пачка ублюдков. Управление вертолётом, конечно, просто чудесное. Лёгкое и халявное. Так, ну чё, ящики там наплевать. Пока что я буду их отдельно собирать уже. Немного позже. Тоже бегая по всему этому делу. Пока что хочу просто хотя бы до конца серии успеть обложить все посты до конца. Так. Теперь, конечно, тем же самым можно заниматься и на предыдущих регионах. Но я уже, понятно, делал это всё, сделал заранее. И теперь мне придётся только улюбоваться окрестностями и добивать всё оставшееся. Радуясь жизни и этой халяве, которая нам здесь, которая нам здесь, видите, предоставляют постоянно. Пожалуйста, ещё один пост уничтожен. Меня опять-таки слегка заподозрили только. В чём-то там. Даже не пытаясь толком атаковать. Ну, это хорошо. Как летал на своём первом вертолёте сначала, предыдущей миссии. Так и считаю, на нём сейчас. Так. Всё. Посты уничтожены. Ну, теперь осталось только собирать чёрные ящики и заниматься прочими подобными вещами. Мутация атака. Йес! Интересно, спецэффект будет или нет? Ага. Вот. Последние мутации. Храбрый солдатик. Увеличивает 10% от уносимый при использовании военной техники или вооружении урон. Боюсь, еслиства хороши. Ангелы Хеллера. Увеличивает урон вашей стаи криконов на 50%. Ваши крошки скажут вам большое спасибо. Но, в принципе, в этом есть смысл на самом-то деле с одной стороны. Хотя я не часто использую этих засранцев, так что ладно. Они больше для отвлечения, чем до урона. Так что я возьму лучше улучшение техники. Это может быть полезнее на некоторых миссиях. Ну, примерно, тех, где я могу при желании взять и начать расстреливать вражескую технику. Вот, пожалуйста, теперь я стану ещё сильнее, чем раньше. Ура! Всё. Всех раски начал. Так. Где-то находится недалеко чёрный ящичек очередной. Ну-ка. Интересно, где же? Есть смысл как раз там же высадиться и сейчас его взять уже. Ага, вижу отсюда. Ну, ладно, всё, прощай, вертолётик. Ты мне храбро служил. Теперь пора нам отправляться по делам. Эм. И он просто упал. Хе-хе. Ну, ладно. Шесть ящиков здесь и семь в северном районе. Нехило так, конечно, закидали всё. Радио сообщение 411 дней назад. Как я, 3, как слышите? Кассов. Писпилотники зафиксировали движение нескольких объектов. Подтверждаю, несколько объектов и... Вот, срай. Враку Эмпайр Стейт. Повторяю, враку Эмпайр Стейт. Эмпайр Стейт, кстати, где-то здание, я его даже не замечал почему-то. Вернее, один раз заметил в начале миссии, сейчас не видно. Ну, это просто единственное здание из всех отрезок Симон Хэттена, которое я запомнил. В Пайр Стейт Билдинг. Эмп, где оно только? Где-то спряталось за этими зданиями здоровенными. Так, ну что ж, всё пока что. Большую часть региона мы уже посмотрели, я так смотрю. По крайней мере, Чайна Краун зачищен полностью. Так, стоп, он точно зачищен полностью. Логов нету здесь, логов нету здесь. Логов здесь есть, две штуки. Понятненько. Ну, пока что я всё-таки его займусь чёрными ящиками. Логов я буду защищать уже, полгода, поподше. Я как раз тому времени ещё, пока пособираю остальные мутации, пока подкоплю себе силы и спорту спокойно заниматься всем, чем угодно. Понятное дело, что последние логов они будут самыми сложными, так что я просто стараюсь не недооценивать, короче говоря, противников, которые мне придётся, возможно, сражаться ещё будущим и так далее. Так. Но пока что всё ещё более-менее легко идёт, даже до средней сложности. Даже не знаю, с чем я вообще играл на лёгкой прямо поначалу. В первых, когда я играл в первый раз в эту игру. Видимо, от нечего делать. Ну ладно. Понятно дело, что просто жанр не мой этих игр конкретно. Прыжки от третьего лица, слэшеры и прочее. Платформеры. Да уж, по-другому ты не назовёшь. Ну-ка, где-то недалеко находится собака. Где-то в этой зоне, совсем рядом с нами. Или нет. Вообще показывает сразу же диска рандомных точек. Ах, терпеть-то не могу. Хрена поделись, куда же тебе в итоге надо идти. Ну, по идее, это чёрные ящики разбит на крышах, и так ли? Навряд ли человечки так просто могли взять тут и подохнуть на дорогах. Это ж чёрный дозор, мать его. Ну, если не учитывая то, что это чёрный дозор, мы рвали на куски всё это время, в общем-то. Так. Предыдущие игры имеется в виду, конечно же. Хотя и сейчас тоже занимаемся этим при желании сколько угодно времени. Ну-ка. Нет, не здесь. Где-то внизу валяется, сволочь. Ага, вижу. Аж внутрь здания завалился. О, представляете, редкий случай, когда мы можем попасть внутрь здания. Хоть даже это разрушенный какой-то угол несчастный. Но всё-таки внутренние здания, а не снаружи. Уникальная ситуация, блин. Ловел ап. Как я так обращаюсь, поворачивая мышкой? Итак, что теперь стоит прокачать? Ой, блин. Вот, блин, всё хочется прокачать на самом деле. Эм, блин. Всё хочется, всё хочется. И то, и другое, и третье. Ну ладно, прокачаем массу, чтобы нам уже не мешали использовать наши суперудары. Ну, это, конечно, логично. Особенно после того, как я там так хорошо постарался. И мы наблюдали за развитием эпидемии буквально из наших глаз всё время. Ну и ничего. Как видите, регион вполне так себе состоятельен всё ещё. Так, ладно, я ушёл куда-то не туда, конечно, уже. Мне нужно вернуться и искать ящики в Мидтауне. Уже половина города, считай, защищена, и осмотрена полностью. Ну, это было, понятное дело, сама лёгкая половина. Надо будет ещё в середной части искать ящики. Это уже довольно тяжёлая задача, в счёт того, что там постоянно обстреливают артиллерии издалека. Но мне всё равно непонятно до сих пор. Чернобыль хренов, блин. Почему вы не могли ещё раз попытаться решить эту проблему ядерным способом? Один раз ведь не сфылились, потому что у вас была всего лишь одна несчастная бомба, для которой добрался Мерсер. Ну и что, пошлите три бомбардировщика сразу же, на всякий случай. Даже сейчас он со своими прихвостями всё равно не может летать так просто, например, я так думаю. Ему всё равно понадобилось бы много времени, чтобы добраться до всех бомб. Тут даже обои какие-то есть, я смотрю, в зданиях. Ну-ка. Здесь всё залеплено дерьмом. Это типа остатки от тех логов, которые были раньше, которые мы уничтожали в первой части постоянно, регулярно, так сказать. Там даже двери всякие есть и так далее. Но ничего, в общем, не интересного. Все эти разрушения, конечно, не такие уж и масштабные. Я ожидал, честно говоря, немножко побольше чего-нибудь интересненького. Так. А это что у нас там не логово, случайно? Нет, ничего интересного. И пока что я, к сожалению, не могу как-то толком ничего найти. Где эти сраные чёрные ящики? Тяжело, конечно, здесь всё искать, это дело. Так. Особенно, когда тебя тыкают вообще хрен знает куда. Ищешь буквально на ощупь наугад. Указали примерно район и ищи дальше, как хочешь. Ну что, в конце концов, если мы так легко детектим эти ящики, могли бы как-нибудь упростить этот процесс ещё сильнее от ничего делать. Почему бы и нет? Так, мы любим халяву. Особенно я. Ага, вижу, вижу, он на труп лежит. Как он вообще сюда попал, в это место-то? Я остался при этом целым. Имеется в виду, тело осталось целым. А раз и валяется. Хм. Радио сообщение. 411 дней назад. Марс-19 опять заглушили. Лесер! Лесер! Видите нас в как-нибудь позиции? Они идут по сторонам дороги, сержант. Слева! Ну как обычно, если нам не показывают зверства людей, нам показывают зверства зверей, собственно, как ни странно. Ну это, конечно, всё занятно и весело, но в целом не то, чтобы картинка... Не то, чтобы там была непонятна эта вся картинка. Мы и так уже всё... Ой, не раз видели, слышали и понимаем, что к чему здесь. Ну да ладно, пускай будет. Так. Всё равно это же интереснее, чем просто что-то собирать. Абсолютно бесполезно. Типа там, по сказочке собирать, как было в первой игре и так далее. Здесь всё-таки всё так вписано в атмосферу, КПК, всё проще и так далее. Хоть не зря занимаемся всем этим делом интересным. Так. И что же теперь? Где находится этот уродец здесь, на базе этого противника? Так, ну-ка. Может быть, он на вершине здания находится? Вот что может быть. Потому что там тыкают буквально по всем... По всем сторонам вокруг этого здания. Ну, давайте уж так уж и побежимся напоследок к концу этой серии. Там и становимся на вершине. Есть там что-то или нет, всё равно. Можно, конечно, и просто бегать. Любоваться окрестностями. Тем, как мы поднимаемся гордо и высоко. Над этим городком. Который мы когда-то уже видели здесь. Так и знал. Всё-таки он здесь находится, этот ящичек. Отлично. Ну, а как сюда залез этот пужик, это, конечно, отдельный вопрос. На самую, блин, вершину он забрался. Чё он здесь делал-то? Наверное, обосрался от страха и помер, судя по всему. Уж я бы точно на его месте так и сделал. Радио сообщение. 411 дней назад. Якодиак-1-1. Якодиак-1-1. Вызываю Red Crown. Как слышите? Говорит чекмейт. Докладывайте, сержант. Да они ещё стои, полковник. Но верхние этажи 20 серьёзно повреждены. Распространяющиеся бактерии по огромной потере. Сержант! Сержант! А вот Empire State Building. Ну что ж, вот как раз здесь мы сейчас пока что и становимся. Нам ещё предстоит обыскать много всего в этом городе. В следующей серии я тоже, соответственно, посвящу всему этому делу. Но надеюсь, что мы за неё управимся, заберём всё, что только возможно, и, наконец, и станем полноправными, идеальными мутантами, которые готовы сравниться с Мерсером в силе и так далее. Ну вот, как видите, тут всё расхреначили на севере при помощи артиллерии. Всё поломано, порушено и так далее. Ну, хоть знакомое здание стоит пока ещё целенькое, более-менее. Ну что ж, скоро продолжим. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!